Трудовые права – это базис соблюдения остальных прав граждан. На круглом столе в администрации города обсуждалось, как в городе защищаются трудовые права населения и как вообще обстоят дела с трудоустройством, зарплатами, налогами, отчислениями и трудовыми взаимоотношениями сотрудников и работодателей. Также были озвучены самые распространенные нарушения Трудового кодекса и прав граждан. К слову сказать, Соликамской прокуратурой в год выявляется более 400 нарушений в сфере трудового законодательства. Если работодатель выплачивает заработную плату один раз в месяц, то это является нарушением, даже если об этом просят его работники. Если вы считаете, что ваше руководство, работодатели нарушают и ущемляют ваши трудовые права, то искать защиты и правды вы можете в профсоюзной организации вашего предприятия. Это первейший защитник работника. Наша основная задача это защищать трудовые права работников. То есть на сегодняшний день на всех предприятиях, крупных городообразующих предприятиях города Соликамска существуют профсоюзные организации. В отношении работников профсоюз выполняет защитные функции, охранные функции. То есть я считаю, что профсоюз необходим и должен быть на каждом предприятии. Если точки соприкосновения в споре не удалось найти при помощи профсоюза или его вообще нет, то работнику следует написать обращение в Государственную инспекцию труда по Пермскому краю или в прокуратуру. Но есть несколько вопросов, по которым может помочь только суд. По вопросам восстановления на работе и изменения даты формулировки увольнения, причины увольнения и о переводе в другую работу. То есть по данным вопросам работник может обратиться только в суд и только суд компетентен разрешить спор, который сложился по данным вопросам между работником и работодателем. Представитель налоговой инспекции отметил, что не все граждане интересуются своими трудовыми правами и ленятся вникать в финансовые аспекты трудового договора, что позволяет нечестным работодателям хитрить с налогами и как-то наживаться на сотрудниках. Отсюда вывод. То есть если мы хотим жить хорошо, то мы соответственно должны и с собой работодателя требовать. Это в размер заработной платы, который фактически из него выплачивается, а не как мы определяем в конвертах. И соответственно принимать позицию пассивную, соглашаться с работодателем, соглашаться на его условия и говорить, что я буду в какой-то части платить официально, в какой-то неофициально. То есть это должно быть неприемлемо уже со стороны самого работника. Представители пенсионного фонда и соцстрахования в свою очередь напомнили, что граждане, работающие без записи в трудовой книжке, то есть устроенные неофициально, рискуют остаться без поддержки в случаях травм на работе и потери трудоспособности. Получается так, что чем прозрачнее и законнее трудоустройство гражданина, тем больше у него возможностей защитить свои трудовые права в спорах с работодателем и меньше поводов для беспокойства за свою пенсию в будущем. Антон Старостин, Дмитрий Солдатов, телекомпания Соль ТВ.